всем привет итак совет номер один будьте осознанны и понимаете что любое приложение которое вы устанавливаете или и новое устройство которое вы настраиваете содержит пользовательское соглашение и вы с ним сами соглашаетесь поэтому все данные которые утекают интернет утекают с вашего разрешения во вторых никогда не используйте настройки по умолчанию при установке новых приложений и при настройке девайс посмотрите эти настройки если вдруг они используют какие-то функции по использованию вашего календаря или доступа к книжке записной не соглашайтесь с ними если они не должны этого делать ну потому что собственно это дара в безопасности кроме того проведите ревизию того что у вас уже установлено и разрешите использовать гел вашу геолокацию функция распознавания речи и отправку речи в интернет только тогда когда приложение работает а в выключенном состоянии запрещите запретите приложением эксплуатировать этот функционал в таком случае вы минимизируете ту информацию которая постоянно утекает ну и последний совет прост если вдруг вам нужно поговорить с кем-то тет-а-тет оставьте ваш смартфон дома попросите вашего собеседника сделать то же самое и отправляйтесь в парк так будет и надежнее и безопаснее итак друзья если вам пришло обновление на компьютер или на любой другой гаджет постарайтесь как можно быстрее его установить ведь это как течь на судне которую срочно нужно заткнуть иначе судно затонет разработчики спешат совершают ошибки программном обеспечении потом пускают заплатки обновления и это нормально все мы совершенствуемся исправляем свои ошибки а то будет как со злополучным вирусом вон окрае люди вовремя не поставили обновление в итоге лишились ценных данных и денег во первых перед скачиванием любого приложения я очень рекомендую заглянуть в отзывы и разработчики любят без предупреждения списывать деньги там обязательно об этом во всех подробностях расскажут также советую на периодически отслеживать статус своих платных подписок для этого в настройках есть специальный раздел подписки там всегда видно когда и за что с вас следующий раз будет списывать деньги и третий совет если вы все-таки попались на эту удочку из вас списали деньги непонятно за что или вы не успели отменить подписку до назначенного срока очень рекомендую все-таки опротестовать списание обратившись в службу поддержки и в принципе верка вероятность что вам пойдут навстречу и деньги вернут и и Субтитры создавал DimaTorzok